ой сдуло его за что вы так зайца надеюсь он цел по 5 а кого-то сдали легкая маленькая она с рогами ну пятизвездочный а подожди а та мелкая тоже пятизвездочная получается и подожди о жизни восстановить и же должны восстановить жизни молодец молодец да вот это я и хотел рацию полег он его восстановила это как они все видишь норовят нас отправить прямо на экспресс вот он он вот он он вечерочек ты на канале ганты games где мы собираем в разные игры мы продолжаем играть хон кайстер рейл и мы идем как обычно книга книги у нас здесь да есть есть слушай есть несколько штук даже прошлый раз понабрали большой секрет отдела технического обслуживания рукописные записи отдела технического обслуживания содержащий конфиденциальную информацию отдела они были утеряны после нападения на космическую станцию давать это будет поменьше текста смятый лист бумаги наличие разноцветных надписей говорит о его востребованности в отделе технического обслуживания самый большой секрет отдела технического обслуживания не раскрывать общие навыки общения не забывайте сохранять спокойствие и сдержанность необходимости сделать и глубокий вдох спасибо за ожидание вы пробу пробовали выключить и снова включить часто задаваемые вопросы наиболее эффективное решение девиц если что-то нуждается в ремонте перезапустите переустановите и обновите первый обороны отвечает ответ перезапустите один раз а затем еще раз перезапустите она обязательно ответит неровный почерк в отделе галактического и галактической геополитики есть один парень я попросил его перезагрузить пару минут проработал а потом опять сломалась в общем у меня посмотрел у него было открыто несколько сотен программ одновременно святые звезды аккуратный почерк это решение подходит для сценариев когда нагрузка слишком высокая supportsisi vardı что мне делать если перезагрузка не решает проблему ответ отключите источник питания разрядите оставшийся электрический заряд затем перезапустите неровный почерк следите за этими исследователями при разряд при разрядке электрического заряда у некоторых из них так и чешутся руки что-нибудь нажать не спрашивайте меня как я об этом узнал 3 постоянная проблема с черным экраном ответ подключили устройство к источнику питания если нет попробуйте зарядить устройство или заменить его новым аккуратный почерк вчера я помогал кому-то из отдела откровений проверить их оборудование и они наставили на том что экран неисправен позже было установлено что оборудование нормально они просто не подключились к источнику питания я надеюсь ребята из этого отдела чему-нибудь в итоге научились едва заметный почерк добавление после проверки подключения к источнику питания убедитесь что они нажали на кнопку вкл четвертое что делать если мои данные пропали ответ на терминале есть автоматическая резервная копия прежде чем делать поспешные выводы проверьте терминал мелкий почерк примечание данные более высокого уровня доступа разрешается просмотреть после авторизации ведущим исследователем пожалуйста подайте заявку на авторизацию для получения доступа доступа далее уведомление о проведении медицинского осмотра объявление о медицинском осмотре персонала выше вывешенная на двери медицинского отсека уважаемые коллеги спасибо за ваш вклад в развитие космической станции для нашего здоровья и благополучия для вашего здоровья и благополучия на космической станции проводится ежегодная проверка здоровья которую мы уже кстати прошли негативные эффекты от Восторожения Легиона Антиматерии рассеиваются медленно, чтобы обеспечивать лучшее обслуживание наших коллег на космической станции в любое время, а также в целях сохранения психического здоровья каждого сотрудника после инцидента в отделе медицины запущена новая служба медицинского осмотра. Помимо регулярного медицинского осмотра мы также модернизировали помещения, чтобы предоставлять более качественные услуги по консультированию и охране психического здоровья. В связи с частичным восстановлением объектов космической станции и ограниченной невместимостью медицинского отсека, Пожалуйста, запишитесь на прием до прибытия на медицинский осмотр, чтобы мы могли выделить разумное время и обеспечить хорошие условия медицинского обслуживания для вас и ваших коллег. Запись на прием. Первое бронирование через терминалы. Пожалуйста, используйте различные терминалы на космической станции, чтобы войти в систему персонала космической станции Герта и записаться на прием не через интерфейс медицинского отсека. Второе. Личное бронирование доступно в любое время. Пожалуйста, запишитесь на прием с помощью дежурных исследователей медицинского отсека на стоке регистрации. Особые указания. После подтверждения записи вы получите уведомление о подтверждении. Пожалуйста, не забудьте прибыть на прием вовремя. Если вам необходимо отменить запись, пожалуйста, вводите в систему персонала космической станции ГЕРТА не менее чем за 2 системных часа до приема, чтобы сделать отмену, либо отмените прием лично в медицинском отсеке. После отмены приема следующий прием может быть назначен в любое время. Получение результатов. Первое. Каждый счет о медицинском осмотре формируется в электронном виде в течение 36 системных часов. Примерно в это же время система ГЕРТА будет рассылать уведомления. Пожалуйста, не забудьте проверить свои терминальные устройства после проверки. Второе. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно результата вашего обследования или вам требуется медицинская консультация, пожалуйста, на консультацию возьмите с собой служебное удостоверение личности. Если вы не уверены или у вас есть вопросы по поводу медицинского осмотра, не стесняйтесь обращаться к дежурному медицинскому персоналу системы персонала космической станции ГЕРТА. Господи, как же все это запутано. Как же тут много всего. Так, уведомление о проведении медицинского осмотра. Объявление о медицинском осмотре персонала, вывешенное на двери. А, господи, это ж не то. Журнал учета Дюковин. Досье Дюковин, которое вела АСТА, доступное бесплатно для всех исследователей на терминалах станции. Вот это будет много. Досье номер 21. Название Дюковина «Звездный щуп». Опа, вот оно. Это звездная лопата, которая. Примечательно. Сугубо коллекционный предмет исследования запрещены. Досье инструмент, изобретенный исследователями ГЕРТА для изучения геологической структуры планет. Основной материал, 108-й элементарный металл погибшей планеты, корпус Дюковина испускает мерцающее синее свечение, полностью скрывающий предмет. На конце щупа расположен датчик, указывающий направление, откуда пришел держатель. Вне зависимости от твердости геологической структуры планеты, даже легкого касания звездным щупом ее поверхности достаточно для получения обширных данных. Для исследователей-планетологов щуп является своего рода святыней. Сопутствующие исследования. Первое. Чедвик-исследователь второго уровня, отдел галактической географии, история создания звездного щупа и его будущее. Второе. Миса. Исследователь второго уровня, отдел галактической географии, история разработки звездного щупа и его нынешнее состояние. Заметки исследователей. Звездный щуп о нем не стало известно еще до того, как я вступила на борт космической станции. Теперь я наконец увижу его своими глазами. Вэнь Шилин. Отдел прикладных искусств. Звездный щуп считается даром, что лучше всего символизирует чью-то любовь. Щуп укажет. Ей желаемое направление поведает о моих чувствах. Имя не указано, отдел галактической географии. Я знаю, что ты затеваешь. Не сомневайся. Бернард. Отдел галактической географии. Досье номер 56. На зале Диковины звездный свет. Не функционален. Примечание. Во время вторжения легионной тематерии Диковина была повреждена. Заявки на проведение исследований не подавать. Досье. Крочечная, крошечная, изящно украшенная коробочка с девятью выдвижными ящичками на каждой из четырех сторон, кроме верхней и нижней грани, наружу чисто и без дефектов, в каждом ящичке содержится свечащийся кристалл, его цвет соответствует одному из цветов звездного спектра. В настоящее время Диковина полностью невосстановлена, сохранилось лишь несколько оригинальных частей. Сопутствующие исследования. Первое. Сара. Исследователь четвертого уровня. Отдел откровений. Использование технологии спектрального изображения для изучения содержащихся в звездах сведений об ионах. Второе. Исследователь второго уровня. Отдел прикладных искусств. Исследование мехоустойчивых изображений звездного света. Заметки исследователей. Я в ярости. Передо мной в очереди было всего два исследования, а легион антиматерии взбрело в голову уничтожить эту штуку. Эмили отдел откровений. Почему отдел откровений так и тянет к этой Диковине? По мне так это из-за вас она не работает. Имени указан отдел прикладных искусств. Досье номер 148. Название Диковины Ракушка Смешнявка. Примечания не подвергать. А мы это может быть читали? Вот, а как мне понимать? Видишь, читали мы это или нет? Ну ладно, ахрен с ним. Отполированная раковина, покрывшая измерение планетарных колец. Если поднести ее к уху, можно услышать, как тихий голос в одолении рассказывает анекдоты. До тех пор, пока слушатель не засмеется, существо из раковины будет медленно напитывать его своей силой. Заполучившие таким образом силы обречены на смерть от невероятной сильной депрессии. Согласно легенде, три прошлых обладателя раковины все еще живы и стали затворниками. Запустующие исследования, так как данные устарели, в скором времени будут инициированы новые исследования ракушки Смешнявка. Запустующие документы удалены, следите за обновлениями. Заметки исследователей. Благодарю волшебная ракушка, если бы не ты, что бы я делала в момент отчаяния? Мэйр, отдел откровений. Что не так с этой штукой? Что за ерунду она несет? Как она должна успокаивать? У меня давление до небес взлетело. ВНШЦ, отдел прикладных искусств. Давайте сменим название на ракушку Смешнявку повреждено. Ведущий исследователь Аста, когда ждать обновление? Джона, отдел медицины. Вот, косяк. Вроде как будто мы это читали, а как будто и нет. Ну да, он открывает, слушай, он, блин, он не тот, открывает. Досин номер 1381. Название диковины, полное затмение сердца. Примещение содержать в вакууме, не активировать. Сведение устройства в форме конуса, сделанное из неизвестного отполированного науканика, когда центральные конусы перпендикулярны дугу, устройство переходит в спящий режим, когда непараллельно устройство активируется. Любой объект, пересекший внешнее кольцо активированного устройства, подвергается коррозии, затем распадется на элементарные частицы. Обычное устройство используется для дезинтеграции отходов станций и их превращения в полезный материал для разных отделов. Стоит отметить, что так только через устройство пройдет определенное количество объектов, область коррозии расширится, что негативно отразится на психике органических форм жизни. Ни в коем случае не активировать устройство без разрешения космической станции. Сопутствующие исследования. Первое. Эстер. Исследование четвертого уровня. Отдел откровений, персона и тени. Исследование психологического влияния от конической коррозии до проекции эонов. Второе. Ламина. Исследователь третьего уровня. Отдел экологии. Влияние биоэлектрического метода. Метода. Головного мозга. И межвидовая микрокомпьютерная сетина. Эффективность реабилитационной терапии. Головного мозга. Заметки исследователей. А что произойдет, если пострадает чья-то психика? Это пробудет какой-нибудь аспект личности? Кто-то уже пробовал? Пожалуйста, ответьте. Лукач. Отдел галактической геополитики. Как только ваша личность будет повреждена, у вашего имени в терминале появится пометка «Повреждено» имени указанного отдела обслуживания. Достейн номер 1284. Название деговины «Дверь в новый мир». Примечание неизвестно. Сведение устройства для телепортации случайно попавшего в отдел непереголодных искусств. Его форма напоминает обычное сидение унитаза с керамической поверхностью и системой смыва рабочего состояния. О! Вот так «Дверь в новый мир», на которой мы уже катались. В настоящее время механизм действия устройства неизвестен, а значительных побочных эффектов после перемещения также не сообщалось. Как бы то ни было, в зависимости от телосложения, после повторного использования в течение короткого периода времени могут появиться симптомы, такие как головокружение или рвота. На одной планете ходили слухи «Опусти голову в толчок, а затем смой, и ты откроешь дверь в совершенно новый мир». Существование машины времени подтвердило их достоверность. Сопутствующее исследование. Эксперимент. С использованием двери в новый мир и его результаты в настоящее время недоступны для просмотра и потребований. Отдел прикладных искусств. Заметки исследователей. Я засунул туда голову, но не попал в новый мир. Почему? Имя не указано отдела галактической географии. Автор комментариев вышел. Ты глуповат? Не нужно ставить туда голову, нужно сесть сверху и смыть. Адлер. Отдел экологии. Досье номер 226-91. Название диковинной энергетической черной дыры. Примечание. Не подвергать воздействию пищи. Перед использованием диковины включить в систему термолегуляции космической станции режим обогрева. Сведение. Обогревать работающие на чем-то вроде чистой энергии. Однажды торговый представитель КАММ использовал его в качестве электрической блинной сковородки. Примечание пытался использовать после того, как устройство было обнаружено и следователем отдела прикладных искусств, оно было доставлено на космическую станцию. Отдел откровения установил, что изображение на поверхности обогревателя является гербом неназванной семьи с именем человека, предположительно являющегося Ландау. Функция обогрева не работает и не включается при попытке залить внутрь устройства различные виды топлива. Судя по текущим отчетам, наблюдение обогревать поглощает тепло из окружающих предметов, а чрезмерное воздействие может вызвать гипотермическую реакцию у теплокровных животных. По скриптам, совместный эксперимент отдела прикладных искусств и службы показал, что поглощаемая энергия исключает калории, содержащиеся в пище. Сопутствующие исследования. Первая, Таллер, исследователь второго уровня, отдел прикладных искусств, термодинамические свойства и свойства и аккрикации вещества черных дыр. Вторая, Адлер, исследователь второго уровня, отдел прикладных искусств, новая перспектива увеличения и взрыва популяций, органические популяции черной дыры, заметки исследователей. Что? Нельзя еду говорить? А зачем оно тогда нужно? Не понимаю. Мэр, отдел откровений. Бессмысленный вывод. Эксперимент проводился не по регламенту, а заявление про калорий необоснованно радикальное. Рад... Ра... О, все, я устал. Раз на упаковке ничего не указано, то и в пище калорий не останется. Отдел прикладных искусств ни... Хуя не знает. Ха-ха, имя не указано, отдел экологии. Ну, тут так написано. Это... Это не я придумал. Ох, давай заставочку посмотрим. Все. Пошли по журналам. О, получить. Вот, вот мы как получали билеты. Точно. Откроется после завершения миссии. Ага. Так. Получаем по дому билетику. Надо еще крутить. Надо еще крутить. Крутить, крутить прыжки. А, да, видишь, они меняются постоянно. Они постоянно меняются. А, так, я что предлагаю? Смотри, сейчас я вот это все... Что это обучение? Урон пробития. Да мы же это все смотрели. Зачем мне это? Мне это не нужно. Вопрос игроков. Чтобы лучше понять предложение и отзывы первопроходов в обгре, Пом-Пом подготовил опрос. А еще Пом-Пом подготовил звездный нефрит. Для тех первопроходцев, которые ответят на вопросы, награда будет отправлена после завершения опроса. Так, мы прошли. Получаем. Так. Компенсация. Отметочки. Так, рассылки, рассылки, рассылки. А он, наверное... Не будем, наверное, смотреть их все. Ага. Тут много-много всего. Получаем все. Что-то необычное есть? Что это? На, материал для опыта. Окей. Так. Выходим. А, еще что-то есть? Все? Все. Так, смотри. Крутить, крутить. Сколько у нас вот этих? Пять. Ладно, мы не крутим. Смотри, черный лебедь. Она же только новая появилась. И вот еще что-то такое. Я, ну что предлагаю? Подожди. А где? Десять дней. Десять дней. Десять дней. Десять дней. А в чем разница? Почему они два персонажа... В чем их прикол? Испытания. Я не особо хочу испытания проходить. Нет, короче, смотри. Не будем терять время. Это я все сделаю потом. Нам сейчас нужно идти. Нам сейчас нужно идти. А где эта хрень была? Где это была хрень? Вот сюда. Там меня ждет этот гребаный лебеденок из-за ригами. Надо его забрать. Мы же не закончили. Представляешь? Мы не закончили. Пошли. Он, вот он. Прикинь, вот он. Я его не видел. А мне подсказали. Спасибо за это, кстати. Бумажный журавик не умеет летать. Может помочь вам решить проблему с доступом. Вам не терпится развернуть бумагу. Ха. Пароль должен быть простым. Верно? 123-321-123-4-5-6-7. Супер. Какая интересная музыка. Первый раз такую слышу. Прогресс активации устройства достиг 99%. Пожалуйста, введите от окончательной пароль, чтобы разблокировать доступ. А-а-а. Такого варианта нет. Вот это? Экран устройства чернеет, а затем на нем появляется знакомая домашняя страница. И все. Живы. Не испытывайте особой радости. Только невероятная усталость от последующих умудренных действий. Пароль введен правильно. Вход системы выполняется. Вход системы выполнен. Поздравляю, теперь вы попали в виртуальный пустошь без каких-либо файлов. Ну, просто что-то выполнили. Что-то сделали. Так. И смотри. Теперь мы предлагаем сходить сюда. Потому что вот здесь мы не были. Давай туда зайдем. И потом прямиком прям сразу нашему Звездному Экспрессу. И скорее всего там хотя бы начнутся какие-то ролики. Потому что в начале, в самом-самом начале, когда мы только начинали играть. Очень было много роликов. Каких-то сюжетных штук. А сейчас ничего этого нет. Опа. Успел. Так, интересно. А будет ли сейчас у меня все виснуть из-за Даньхена? Ой, из-за Даньхены. Из-за Рацию. Пока вроде бы да. Но это не точно. Слушай, да вроде нормально. Вроде хорошо сейчас. Графика настроена. Так. Мне нужен вот этот. Лев, он здоровый какой. Посмотри, рост, разницу. Мари. Смотри. Он здоровый. Давай будем бегать, и мы все его будут бояться. Давай-давай-давай. Он даже в стандаликах бегает. Так, тут еще одна Герта. Что ты хочешь? Вот это ему удобно друг на друга смотреть. Хватит все время пялиться на мою куклу. Думаешь, ноздри у тебя такие уж прекрасные. Да иди ты нахер. Хоть бы, блин, что-то другое говорила. А то как-то даже скучно. Мы сюда зашли только за сундуком. Окей. Окей. И теперь нам только выполнять нашу миссию. Идем разговаривать с Химеком. И наконец-то мы... Что сделаем? Правильно. Мы наконец-то поедем. Глянь, он даже больше, чем Дань Хэйн. Это же охренеть. Это дылда. А, так мне с тобой надо разговаривать как раз четко. Поворачивайся ко мне. Ну как, все обдумал? Я хочу присоединиться к команде экспресса. Я хочу поговорить еще кое о чем Химеком. Продолжай, я слушаю. Спасибо. Не нужно быть таким официальным. Ты помог мне одолеть... Ты помог нам одолеть того здоровяка. Если мы продолжим говорить о любезности, день пролетит незаметно. Доказала мне большую услугу, защитив космическую станцию от легиона антиматерии. Хотя Герта может и не признавать этого, она мне должна. И она не откажет мне, если я попрошу взамен об одолжении. Да и небольшая это цена за диковину с космической станцией, да? Как насчет продолжить разговор в экспрессе? Я приготовлю тебе чашечку кофе по своему особому рецепту. Ты уже решила все вопросы? Ха-ха. Я уже давно-давно обо всем позаботилась. Я уже была здесь много раз, так что для меня это было обычной поездкой. Но теперь кажется, что все уже не так, как обычно. Даже если проходишь один и тот же путь, каждый раз будет что-то новое. В этом суть освоения. Какая у экспресса следующая остановка? Как и всегда, мы идем по следам Акивили. В прошлом мы остановились в нескольких мирах и продолжим это делать. В галактике нас ждет бесчисленное множество следующих остановок. Океаны и звезды не только моя мечта, но и желание экспресса. Я хочу искать новые миры. А экспресс хочет вернуться на свой прежний маршрут. Зачем вы пригласили меня в команду? Потому что ты другой. Из-за Стеллорона? Это я и сам знаю. Это одна из главных причин, но не единственная. Я думаю, тебе нужен шанс, возможность узнать, насколько ты на самом деле отличаешься от остальных. Все твердят тебе, какой ты способный, и что внутри тебя есть Стеллорон. Но для тебя же это ясно, как божий день. И кто бы тебе ни говорил об этом, будь то я, Герта или кто-то еще, это не то же самое, что знать это самому. Тебе следует узнать достаточно для того, чтобы понять, потерял ли ты что-то или наоборот приобрел благодаря Стеллорону, и понять, кто-то на самом деле. Научишься контролировать Стеллорон, научишься контролировать свою судьбу. Стеллорон все еще остается загадкой, но факт в том, что он теперь часть тебя, и ты должен принять это, прежде чем сможешь двигаться вперед в будущее. У меня больше нет вопросов. Ну как, все обдумал? Так, подо... О чем ты хочешь поговорить? А, ну это... Там другой значок, просто. Я хочу представиться к команде экспресса. Когда следует за мной? Вот так, так, ну-ка, ну-ка. Пойдем. Неужели ролик начался? Пора подниматься. 8 частей прошло между роликами, между прочим. Я здесь. Все? Это весь ролик? Ну я думаю, что-то будет поэпичней. Наконец-то с зайцем. Эй ты, чудачок. Да-да. С тобой разговаривают. Химеку рассказал о твоей ситуации. Теперь слушай внимательно. О важных вещах говорят лишь раз. Пожалуй, в последнее время многие говорили о твоей уникальности. Но что... Но это звездный экспресс. И у каждого здесь есть свои секреты. Вступаешь на борт, соблюдаешь правила. Тут все особенные. Запомни это хорошенько. Я проводник. Пом-пом. Обращайся ко мне. Если возникнут какие-либо проблемы. Прикол. Межзвездный путеводитель. Пройдите брифинг в соответствии с инструкциями и получите награды. Откройте межзвездный путеводитель. Начинается. Вот дальше пошли обучение. Пройдите брифинг и получите награды. Так. Улучшение до уровня 10. Получаем. Выберите тактическую тренировку. Подожди. Я хотел во время тактической тренировки узнать о введении боя и получите награды. Нажмите здесь, чтобы начать базовую тренировку. Так. Навыки очки навыков. Очки навыков это ресурс, который делится между... Используйте умение в бою даже... Боем даю энергию. Но это я все знаю. Вы серьезно? Как будто я не сражался. Это... Вот это очень странно сейчас выглядит на самом деле. Противники обладают уязвимостью и стойкостью. Атакуйте соответствующий тип уязвимости противника, чтобы истощить их стойкость. Когда стойкость элли полностью истощается, происходит пробитие уязвимости соответствующего типа. При этом в ней цель накладывается эффект пробития уязвимости, а ее действие задерживается. Закрываем. У текущего противника есть три типа уязвимости. Физическая, ледяная и ветряная. Атака Дани Хэна имеет ветряной тип. Она может истощать стойкость этого противника. Навыки обычно истощают большее количество стойкости. Атака... Эта атака может привести к полному истощению стойкости противника, в результате чего он получит эффект пробития уязвимости. Красиво, кстати. Когда уязвимость противника пробивается, он получает дополнительный урон пробития. Пробитие уязвимости противника также накладывается на него различные ослабления. А, у нас тоже бить сейчас будет. Я думал, просто обучение. Алло. Истощай его. Ааа. Ну а вы не могли это как бы без меня сделать, ребят? Давай правого. Я же это как бы проходил. Ой, нет, я не хотел. Давай она тоже его будет бить. Все будем его лупить. Давай вот так. Даже вон Гантэ пробивает. А, у нее уже физическое, точно. Гантэ тут подойдет. Но она пробития ледяное не сможет ему сделать как раз таки. Давай его. Ага, супер. А они забавно, они сгорают просто. Они в эту... Не улетают в свою... Черную дыру. Ну, да блин, ну, мы же почти побили. Путь локации сменилась. Слушай, уже как-то поинтереснее стало. Испытание завершено. Покинуть уровень. Спасибо. А-а-а. Это разные еще... Господи. Давай, ладно. Я-то думал, что это все одно. Очки навыков являются общим ресурсом для всего отряда. Использование навыков тратит очки навыков, а использование базовой атаки восстанавливает их. Очки навыков это боевой ресурс, который делится между всеми членами отряда. Расходуйте очки навыков для использования навыков. Здесь отображаются подсказки о целях уровня. Нажмите, чтобы получить более подробную информацию о механиках. Что? А, ну это то же самое. А-а-а. Ну давай, давай. А, это еще у нас и пробные, ребята. Очки навыков отряда исчерпаны. Используйте базовую атаку, чтобы восстановить очки навыков. А-а-а. Давай вот так. Ой, как легко. А-а-а. Давай вот так. Давай вот так. А-а-а-ак. Ммм, давай вот этого. Ну, они нас, конечно, не убьют. А, подожди, у них пробитие же другое какое-то, да? У нас таких ребят нет. Давай, давай вот этого, которого много жизней. Мы его сразу загасим, нет? А-а-а. Что? Вообще ничего. Это очень плохо. Что вообще ничего. Давай троих сразу бей. И мы покончим с этим. А-а-а. А-а, так они пробные. Это не мои ребята. Алло. Так вы же там слабые все. Абсолютно. Это не прикольно. У нас что, опять? Я думал, сюжет дальше пойдет. У нас какие-то тренировки опять начались. Здравствуйте. Это уже не весело. Давай хреначь его. Все, супер. Давай следующий. Не теряем время. Дальше у нас что идет по гороскопу. Энергия восстановится после применения умения уничтожения цели или получения атаки во время боя. Сверхспособность можно использовать, когда энергия персонажа полностью заряжена. Сверхспособность может быть активирована в любое время в качестве дополнительного действия. Это все понятно. Текущая энергия пела отражается здесь. Используйте умение пела, чтобы помочь ей восстановить энергию. Навык восстанавливает больше энергии. Ты только одного бьешь? Или нескольких? Ага, одного. Она одна! Ага, я активировал. Она их что сейчас всех убьет сразу? Ага. А, ну и нам чисто только... Вот это восстанавливает нам, да? А, я успел. Интересное испытание. Все, мы завершили. Давайте, пойдем отсюда. Ага. Так, дайте я вот это заберу. Откроете 10 любых сундуков. Тоже мы сделали. Дальше. Завершите миссию приключения виртуальной вселенной второй бета-тест. Завершите миссию свинения не исчезающей тени. Тоже сделали. Улучшите 11 конус до уровня 10. Это, конечно, еще не сделали. Ну, давай, пробить уязвимости. Пробитие огненной, электрической, ветряной и физической уязвимости может нанести соответствующий периодический урон. Давай. Ох, господи, вот эти тренировки. Вот это да. Ладно бы что-то новое было. При пробитии огненной, электрической, ветряной или физической уязвимости может быть нанесен периодический урон от статусов горения, шок, выветривания и кровотечения. В начале действия цель получит урон соответствующего типа. Ну, какие-то, глянь, какие-то интересные создания. При пробитии ветряной уязвимости также накладывается статус выветривания. Ой, давай, давай, быстрей. Ой, это Орлан. Прикольненько. Давай вот так. Орлана, мы еще видели, статус выветривания наносит ветряной урон. О, красивые птички. Само буйми. Ага, пробивай. Отлично. Ганте. Ой, Ганте. Даньхэнд. Бей вот эту. Птицу. Ну, хоть разных противников посмотрим. Хоть какой-то в этом есть смысл. Как-то я и до этого смысл тот особо не видел. О, давай посмотрим на... На тебя, да. Это было сильно. Но я думаю, будет прикольнее. Так, давай. Давай вот этого будем бить, пока он отключится. Они как-то... Как-то странно в этих испытаниях делятся... Эти... Жизнь. Они как-то, видишь, автоматически. То есть, мои удары им нипочем. А, ну да, видимо, чтобы я понял, как работает урон. Окей, ладно. Пробить уязвимости контроль. Пробить уязвимости ледяным и мнимым уроном накладывать соответствующее состояние контроля. Хорошо. О, какие-то мужики с пушками. При пробитии ледяной и мнимой уязвимости может быть наложен статус заморозка и заключение, которое уменьшит количество действий противника. О, вот этих у нас еще не было. А, ну Герта только была. Так, получается. Пробить уязвимости ледяным и мнимым уроном также накладывает на цель эффект контроля. Ага, супер, я понял. Создание контроля может снизить количество действий противника. А вы вот это, понимаешь, нужно было гореть сразу. А, то есть я могу его еще... Он еще не подходит. То есть я могу еще раз его, да, вот так. Давай тогда Гертой. Ага, все, супер. Так, мы тебя заморозим, получается. Ага, на Герт, блин, не хватает. Ну, у нас вот... Кто это? Вельт, да, или как его? Как мне посмотреть? А на моих? Да, это Вельт. А он пусть вот так сделает. А, вот то же самое делает Рацу, кстати. То же самое делает Рацу, абсолютно. Так, мы его заморозим. Или что мы сделаем? Ага, давай-давай, вот так. Давай посмотрим, что делает Вельт. Что-то интересненькое было. Так, Герту мы вроде тоже видели. Ага, видели. И теперь... Остается... Белла, давай. Бей, бей всех, это последний, ребята. И хватит на этом. Ага, прикольненько. Ну, это прикольно. Ладно, это хотя бы нам что-то объясняет. Ну, я считаю, что это нужно было делать раньше. Так, используйте квантовые атаки, чтобы пробить уязвимость противника и наложить статус связывание. А сейчас что было? Так, при пробить уязвимости атакой квантового типа будет наложен статус связывания. Связывание будет наносить дополнительный квантовый урон в начале хода цели. Если противник со статусом связывания получит атаку, получаемый дополнительный квантовый урон повышается. О, какой робот! О, это кто? А вы кто, ребята? Это Зеле. Даньхен. И Рысь. Прикол. Используйте атаки квантового типа, чтобы нанести квантовый урон цели и наложить на нее статус связывания. Ага, вот, вот. Атакуйте цель с статусом связывания, чтобы добавить уровень к этому статусу. Второй уровень. Третий уровень. Четвертый уровень. Пятый уровень. Что это мы делаем? А, восстановление? Нет, не надо. Давай посмотрим, как она дерется. Вихри бабочек. Прикольненько. Даньхен давай. На вот этого. Что ж, мы зря это набираем. А может зря, слушай, может вообще это не надо делать. А почему на него не подействовало-то? Во, супер. Вот так, давай. Просто что вам надо? О, давай, давай, давай на рысь посмотрим. А, ну она просто всех... Она просто всех восстанавливает. Ну и чё? Так, мы его тоже, всё. Просто, я не понимаю, к чему там Даньхен, если мы всё равно ориентируемся вот чисто на... Вот её способности. Да нам не нужно восстановление. Ага. Сколько мы ещё будем это делать? Я чё-то не пойму. Вот, неужели у вас начали жизни тратиться, ребят? Они их сразу восстанавливают. Алё. Чё за дела? Чё за волшебство? Что мне нужно делать? Если противник со статусом связанными получает атаку, получаем мы дополнительную кванту в урон, повышается. Ну. А-а-а-а. Вот это загадки. Смотри, мы, короче, бьём. Давай вот его. Он... А, не видишь, полностью, смотри. Мы его, короче, вот так блокируем. Если блокируем. Мы, короче, его блокируем. И все бьём просто его. Да прекратите друг друга восстанавливать. Получается вот так. А-а-а. Получается... А-а-а... Нет, получается вот так. Тобой. Блин, да ну нет, это какая-то дичь. Это какая-то дичь. Давай, давай ты их как-то... Сразу. Так. Его ты бьёшь. А-а-а... Вот этого. Ага. Так, бьём вот этого. Бьём вот его. Чтоб у него был... Очень сильный урон. Очень сильный урон. Ага. Всё, я сообразил. Всё, тебе борода. Всё. Ты сейчас поляжешь. Я понял вашу суть. Ну, это всё. Просто бьём. Просто набиваем ему... До победного. Всё. Окей. Это было сложно, но я понял. Это было интересно, ладно. Особой механики. Давай. Ой-ой-ой. Некоторые персонажи используют бонус-атаки, которые запускаются автоматически при выполнении определённых условий. Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а А, я сразу три уязвимости пробил. Март-7 выполняет бонус атаку, когда противник атакует союзника со щитом. Наложите щит на союзника, чтобы активировать бонус атаки Март-7. Вот. И она теперь... Ага, она их защищает. Я понял. А мы вот так сделаем. Сразу вас всех... Вы же засчитаете, что мы их ударили? Ну да. Засчитали. Ну давай ей еще раз дадим. А ты пробивай, значит, им. А, ну если ты пробьешь, мы же должны тут... Ага. Я понял, я понял. Давай. Это сейчас просто бой идет. Тут, по крайней мере, без вот этих вот хитростей. Да скука вас там. Так, химеку защищаем. Все. Теперь она должна мне трех пробить. Получается, раз. Бей-бей-бей всех. В этом мощно, это красиво. Но у нас вся серия уйдет на тренировки, ты понимаешь, прикол. А будет такая... А была такая... Будет такая красивая заставка. Такая красивая превьюшка будет. Ну, ё-моё. Чего-чего, я этого точно не ждал. Смена порядка действий. После совершения действий персонаж должен наблюдать до своего следующего действия. Ой. Последовательность действий показывает порядок действий как союзников, так и противников. Тот, кто находится сверху списка, выполняет действия первым. Умение некоторых персонажей могут задерживать или продвигать действия вперед. При бытии уязвимости противника также задерживает его действие. Хорошо. Ого. Вы что за... Вы что за дикие люди такие? Вот так, получается, должен сделать. Здесь изображается порядок действий и следующее действие Зеле выполнит после противника. Навык брони влияет на порядок действия выбранного союзника. Применение навыка на Зеле заставит ее совершить действие немедленно. Ага. Зеле. Я что-то не то сделал. Я что-то... Я что-то попутал. Нас сейчас убьют. Ну, здрасте. Повторить. Что-то я все... Что-то я все запутал. Все запутал, все напутал. Так. Так. Я запутался, кто из тех кто. Я тебя пробиваю. Так. Теперь я делаю вот это. Да. Все. Мы на нее. Она теперь выполнит действие немедленно. Мы его пробиваем. Ага. И он тормозится. И мы бьем его. И мы бьем его. Нет. Мы должны сделать вот так. Чтобы она стала выше него. Теперь бьет она его. Все. Окей. Ну, это я, в принципе, так уже понимал. Блин, ну это же надо было делать в начале. Снятие усилений. Во время битвы противники могут получать усиление. Умение некоторых персонажей могут снимать наложенные на противников усиления, что может изменить ход боя. Ага. Противник получил мощное усиление и теперь наносит чрезвычайно высокий урон. Навык пелы снимает усиление с противников. А где я вижу усиление? Вот это, видимо, да? Ага, теперь на него. Окей. Теперь-то на кого? Ага, теперь на него. Все, только это нас будет спасать. Я понял. Ну вот так. Вот это, мне нравится. Видишь, это какая-то такая на логику штука. По очереди. Да что такое? Все. До свидания. Дальше. Снятие ослаблений. Во время боя на ваших союзников могут быть наложенные ослабления, такие как заморозка. Хорошо, как скажешь. У меня некоторых персонажей могут снимать наложенные на союзников ослабления, что может изменить ход боя. Ага. Я все равно это все не запомню. На хук наложено ослабление заморозка. Навык Наташи может снять одно ослабление союзника. А кто из них хук? Мне расскажут кто-нибудь? Навык Наташи может снять... А, вот Наташа, видимо, маленькая, да? Вы хоть бы подписывали. Навык Март 7 также может снять одно ослабление союзника. На этом уровне использование навыка на... Не расходует очки навыков. Ой, прикол. Что это такое? Кто вы? У него рука какая-то своя. Какая-то другая. Вот и пушка своя. Вот это Наташа, я понимаю. Ну давай вот так. А, она под землей копает, да? Ага. Ну все по новой, я понял. Мы только так его сможем победить. Что это? Ага. Давай наложим вот так. Пусть она его бьет, посмотрим что она делает. Вот это было интересненько, забавненько, мне понравилось. Вот так. Теперь мы делаем вот так. Надо его победить. Мы делаем вот так. Они заморозились. А, это атака. Блин. Косяк, это была атака. Я забыл. Я забыл, что это атака. О. А, я же вне очереди был. Супер. А кто-то может восстанавливать нам жизни? Мне нужны жизни. Кто-то из них должен восстанавливать жизни. Так, бей его. О, супер, мы его победили. Отлично. Я уже думал, проиграем. Что-то последнее осталось? Да. Часть противников использует заряд и в следующем действии проводит усиленную атаку. Некоторые противники могут использовать заряженную атаку после заряда. Во время следующего действия противник использует сокрушительное умение. При пробитии уязвимости противника его заряженная атака будет прервана. Слушай, противник перешел в состояние заряда. Так. Во время следующего действия противник применит сокрушительное умение. Истощение стойкости противника приведет к пробитию уязвимости и прервет его состояние заряда. Ага. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Я понял. Мы на него должны ориентироваться по максимуму. Ага. Вот. Все. Теперь он. Все. Это все легко. Это все понятно. Она классная. Она мне нравится. Она хорошо так... Она хорошо так дерется. Крутая. Надо тоже ее как-то брать. Берем. Берем Даньхайна. Ага. Вот на него. Вот, да. Вот здесь. Это прикольно. Вот это с тактиками. Вот эта система. Так, мы все его победили. Остается один. Дай мы его тоже сейчас добьем. Ну вот, кстати, я заметил, что он зеленый только сейчас. Я что-то не обращал внимания. Ага. Супер. Короче, будет другая превьюшка. Не будет вот этой с экспрессом. Поэтому не удивляйся. Поэтому не удивляйся. Я вот, конечно, сказал уж в самом конце. Но так и будет. Ну, кто знал, что так произойдет? Видишь, как это тут все получается? Так, мне теперь нужно с этого конуса до десятого уровня поднять, да? Где у нас Гантэ? Подробнее. Повысить уровень. Наложить. Второго уровня только. Ладно, повышаем уровень. Я, наверное, много, да? Какой? Двенадцатый уровень. Все? Давайте мне. Мое. Ага. Во. Все. Теперь мы получаем вот это. О, это мы сделали. Катертили. Поднимите уровень следов четыре раза. Резонируйте. Эдолон. Привор, похоже, один раз. Тоже сделали. Купить один товар за гиртрариум в магазинах игрового мира. Это уже сделали. Придите в чашелист один раз. Что за чашелист? Нагройте в воздушении миссии чашелист. Ага, это что вообще такое все? Ладно, выходи. А может, будет превьюшка какая надо? Просто уже, уже заканчивать надо. Нет, будет другая. Я считаю, что мы ничего тут не сделали адекватного. Давай просто походим. Пока поговорим с ними, со всеми. Ну что, Лезонируйте такой же, как в твоем воображении? Ну, похож на поезд. Кажется, чего-то не хватает. Давай вот так. Март тоже так сказала сначала. Похоже, у вас молодых с хуже вкусы. Кстати, Март и Даньхэн должны быть сейчас в своих комнатах. Можно сходить к ним. Вы молодые и легко находите общий язык. А у них в комнатах интересно? А там... Что там? Обычно мы встречаемся здесь, но наши личные каюты находятся в соседнем вагоне. Кроме того, не обращай внимания на выходки пом-пом. На самом деле, она тобой очень интересуется. У нас для Дненька не было новых пассажиров. Это она? Серьезно? Я не буду лезть в свое дело. Если у тебя какие-то вопросы, спроси нашего проводника. И все то же самое? Окей, вот это наш проводник. Вельт Ян. О, это ты? Как ощущения? Пол энергии, голова в голове. Болит стильно. Давай, скажем, голова в голове болит. Э, я смотрю тебя через минутку. В любом случае, я должен поблагодарить тебя за спасение Март. И вы меня тоже спасли. Я не мог просто стоять на месте. Я не слишком много думал об этом. Давай вот так. Давайте смотреть. Хорошо, что ты так думаешь. Кто, кто обладает таким мышлением и готовностью к действию, достойен называться героем. Однако, пока Сталарон все еще находится в твоем теле, ты должен быть осторожен в своих действиях. Я не знаю, сможем ли мы с Химяко подавить его снова. Но я больше не буду тебя утомлять. Как много всего произошло на Казминской станции, ты должен быть устал. До следующего гиперпрыжка есть еще немного времени, поэтому можешь прогуляться и ознакомиться с обстановкой. Давай чуть-чуть походим. Давай чуть-чуть ознакомимся с обстановкой. Что у нас тут по карте? Ага. Ага, так. А, это вот один вагон. А, или мы пока не можем. Мы пока еще не можем вот так вот передвигаться здесь свободно, потому что мы же еще даже нигде не были. Какие-то у вас тут я могу. Поговорить в шахматы. Так, с помпом я разговаривать пока не буду. Это что? Усиленная машина для синтеза. Универсально, универсально. Откроется под завершение миссии долгое ждание лезвия. Клинка. Ага. Что это? Кулер, это кулер. Кимеку очень любит слушать фонограф. Она говорит, что он может воспроизводить мелодии из прошлого. Вильту, кажется, очень нравится коллекционировать эти черные диски. Если принесешь ему таких, он будет счастлив. Новая мелодия. Ну, видите, чтобы закрыть. А мы можем включить? Используйте фонограф, чтобы сменить музыку на экспрессе. Исследуя миры, вы можете получить новые записи и открыть новые треки. А, это все новые, 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 новые треки. Ага, зря, наверное, мы их сразу все посмотрели. Я могу дальше пройти. Так, что у нас по заданиям? Подожди. Это что? Ага, достижения. Ой, тут много, но мы получили. Моя цель, звезды, отправьтесь в путешествие по бескрайней галактике. Поздравляем, вы сели на звездный экспресс. Да, это, считай, еще не поздравление. Вот. Ломай, пока не сломается. Пробить уязвимость одного и того же противника четыре раза в одном бою. Серьезный удар. Нанесите тысячи или больше единиц урона за один удар. Последовательность обычных ударов. Насите две тысячи единиц урона одной атакой. Солнечная буря. Одолите трех противников витринным уроном пробития в одном бою. Физический победитель один. Одолейте 20 противников физическим уроном пробития. Пусть код Шрёдингера объяснит. Пробить и квантовую уязвимость пять раз в одном бою. Экзорцит. Снимите ослабление союзников в одном бою пять раз. Град энергии. Сохраните 100% энергии в одного персонажа в начале хода на четыре хода подряд. Хромой волк. Одолейте автоматона лютоволка, не активировав приказ на вырубку. Чего? Какая жесть. Аверсии. Что? Так, у меня тут... Я больше никогда не буду жать вот это Аверсии. Такого врача вообще даже не было. Ну что, у меня тут открылся браузер, все зависло к херам. Так, смотри. Я читаю миссию нашу. Смотрите, в общем вагоне вы поднялись на борт удивительного Звездного Экспресса. Пришло время познакомиться с его оборудованием и пассажирами. Отныне это будет ваш дом. Ага. Давай пройдем сюда. У нас есть чуть-чуть времени, хоть какой-то геймплей будет. Эй, ты больше ничего не хочешь спросить? Это потому что Пом-Пом слишком много разговаривает? Или ты не хочешь общаться с кем-то моего возраста? Иди комната Март-7. А? А тебе зачем ее комната? Хм, кажется Кимека говорила, что ты спас ее, верно? Хм, очень храбро, очень безрассудно. Но именно таким он должен быть первопроходец. Комната Март-7 находится в соседнем вагоне, но она всегда где-то бегает, так что вряд ли она у себя. Комната Даньхена? Комната Даньхена? Ты имеешь ввиду архивы? Пом. Он просто всегда там. А мне лень его вытаскивать. Архивы совсем рядом с комнатой Март-7. Ты можешь на ней навестить его по дороге. Это фонограф? Так ты называешь это так, что это такое? Кимека любит собирать странный хлам и пытаться его починить. И этот немного модифицирован. Мне нужно подготовиться к гиперпрыжку, а ты можешь пока сам тут осмотреться. Помпу будет слить за каждым твоим движением на экспрессе. Ага, то есть мы... Давай вот этот. Был же вот этот? Да, был вот этот. Давай теперь вот этот будь играет. А, там даже написано, что это. Жвачка, чипсы, ледяная садо, суда вы все готовы. Любимое шоу, серебряного волка. Вот-вот начнется. Здесь вы никогда начали... Некогда начали свое путешествие. В то время, как фантазия жаждет, чтобы мир сбился с курса, наука прикладывает свой путь. Сделал шаг и в небо и взлетит сквозь годы световые там звезды впереди. Рецепт Агава пропитан лесным пожаром с ломтиком лимона и горстью соли, полученной из звездных слез. Никто не знает, что их ждет впереди, поэтому первый шаг уже вызывает ужас. О, прикольненько. Ой, вот это уже не хочу, слушайте, она у меня уже в голове засела. И это тоже... О, нет, нет, нет. Давай вот это пусть играет. Все-таки нам с помпом нужно поговорить, да? Я думал, что мы это и прошли как раз. Так, это нам еще недоступно. Подожди, почему мне обратно надо? Я что-то не пойму. А! А, ты меня не пропустил! Уже здесь, по-моему, старается быть любезной. Че тебе помочь? Декон-то Март-7. Ну, мы с тобой поговорили об этом. Поэтому мы тоже с тобой поговорили. И об этом мы с тобой поговорили. Ну? А! У меня сменилось задание, господи. Ну? А я думал, ну, дальше такой же вагон. Все в целом логично. Ну, конечно, у вас тут хоромы, ребят. Я... Я ожидал, конечно, что-то такого. А звезды-то не двигаются. А мы точно куда-то летим? Или мы на месте стоим? Что это? Кажется, я слышу звук электронного оборудования. Кто там? Это ягантэ. Я даже не постучался. О, это ты? Дверь не заперта, заходи. Так. Я, короче, предлагаю сейчас, раз тут особо ничего не происходило, хоть мы что-то сделаем. Теперь будет подольше. Но поинтереснее книги. Так у меня есть в кармане они. Книга из архива. Документы в мягкой обложке аккуратно расставлены на полки. Как и сказал Дарихен, в них содержится очень много информации. Часть которой даже написана от руки. А ты здесь спишь? Прикольно. Чем могу помочь? Я просто гуляю. Не стесняйся. Тут для всех открыто. Хотя многих дорог, по которым путешествовала Аквили, больше не существует, я думаю, что все же имеет смысл записывать наши приключения. Я отношу собранную информацию в базу данных. Я пытаюсь каталогизировать людей, в которых я встречался, и к местам, в которых я бывал, а также сравнивать и сопоставлять их с существующими записями. Видишь, вон там терминал. Можешь использовать его для просмотра информации, уже хранящейся в базе данных. Хочешь попробовать? А, вот так? Ух ты. База данных хранит в себе виды данных, собранных во время первопроходческих экспедиций и освоения вселенной. Ага. Открутить экран персонажа. И персонажа. Показать описание персонажа. В базе данных можно просмотреть истории и прослушать озвучивание персонажей. Ой, да, он активация разрушения. Загон поинг уца, грехи молитчана. Озгун мочульте гания. Я сам он, куднаси анекойа. Идет и пару. Мэйээyseа. Сандроган нигамата матчис 7с. А, а марта 9, он здесь что-то говорит. Я считал. Поконишь с этим два счета. Поконишься с этим два счета. Даньхэн, покончена с этим два счета. Подожди. Комико заканчиваю. Я на тебя рассчитываю. аташи янг он сказал дядя 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 янг история нам еще не доступно ну это все понятно это все и у нас и было и мы так можем про всех посмотреть да голос я пойму целительность из комиссии по алхимии приди поближе дай мне взгляд на тебя ну где болит . цветком нет когда я сама съем пора прощать возвращаться еще чуть-чуть ну пожалуйста какой из меня дракона что за дракон такой который даже не из своего дома выйти не может и во всем слушаться клана я скорее как птичка в клетке обед и как лекарство в нем должен быть правильный баланс ингредиентов пара копченых кусков мяса и кружка чая с молоком отличный способ подлечить сердце и поднять настроение изучать медицину ищут травы расширяя кругозор все может быть лекарством чем ведь тяжелее не дух тем смелее должны быть предписания только одна болезнь мне подловластно маленький рост блин когда я окунаю голову воду каким бы ни было маленький пространство вокруг я чувствую что душу свободе далеко за пределами воды говорят гурманов появился новый десерт под названием небесная тянучка это за сахаренная нуга которая растягивается вот мне до нее добраться но у нее все доступно смотри азинью они когда-то ко мне приходил генерал то всегда жалуется на одни и те же симптомы которые высвольтся к усталости от которой слепаются глаза потом поспрашивает меня о жизни немного посетит уходит и на даже лекарства не берет а фусьюань когда верховная провидица фусьюан работает сверхурочного у меня заканчивается сахарная пута для чая от слепающихся глаз а юйкун рулевая юйкун каждый раз когда мы с ней видимся она говорит что опустила прошлое но я так не думаю а тень юань теньюнь может выиграть массаж по жести поэтому я никогда не даю ей спуску а сушан ох я из дома не успеваю выйти а уже слышу ее голос никогда не отказывай в помощи нуждающимся ну как похоже а цинь цюи жаль что я не познакомился с изобретателем небесного нефрита раньше об игре которая развивает и тело и дух должны узнать каждый агунай фэнь ну и когда я сбегаю чтобы поиграть в возвышающем святилище то часто натыкаюсь на них сушан обычно им требуется медицинская помощь когда-то сушан ее несет когда-то она сушан а бывает что обе не в состоянии кого-то нести как так получается видимо уличное выступление довольно опасны так подожди ну это жесть зачем мне это все прослушивать это прикольно это интересно жизнь радостная девушка в виде ядхарского происхождения прозванная целительница драконом за свой богатый опыт медицине чтобы выписывает часто выписывает нестандартное назначение например пейте больше воды или как следует высыпайтесь байлу тяжело смотреть на страдания других поэтому она лечит пациентов крепко зажмурив глаза ладно чтобы все были здоровы верно жесть жесть так про всех смотри мне интересно я думаю тебе тоже интересно что она что они там все говорят поэтому сделаем как она же сохранилась что я не посмотрел да да сделаем как на этом скорее всю серию мы господи господи тут читамины о раньше мы читали книги а теперь будем читать вот этих всех ребят теперь это будет доступно и на этом мы закончим нашу серию и потом вот 10 минут как мы и раньше делали 10 минут закладывали то что все это будут почитать как раз чтобы ты это если бы интересно ты посмотрел бы в начале серии потом бы пошел какой-то сюжет что-то интересное если да тебе не интересно просто пропустишь тем более сейчас начал ставить тайминги чтобы это было еще легче тебе как бы переключать сразу тут на тот момент который тебе будет интересен поэтому с дань хэном у так вот будем стоять того мы попрощаемся надеюсь тебе понравилось это видео подписывайся на канал оставляй лайк и комментарий делись этим роликом с друзьями ставь колокольчик чтобы не пропустить новое видео скоро увидимся всего а